Дорогие наши зрители, мы продолжаем с вами путешествие по Черногории. Целый день мы прогуляли, проездили, посмотрели много интересного вместе с вами. Уже наступил такой глубокий вечер, солнце было над горизонтом, но это было солнце над горизонтом благодаря тому, что мы находились в горах. Там, в низине, у моря уже был глубокий вечер. И мы направляемся в город Будва. Мы долго ездили по горам, по каким-то партизанским тропам, чуть не заблудились, чуть не переругались, но все же мы выехали в конце концов на трассу. Трасса сейчас новая, видно, что ее совсем недавно или восстановили, или отремонтировали, а может вообще новая совсем. А вот город Будва у подножия горы. Это один из самых главных, наверное, крупнейших туристических центров Черногории. Ну, любого человека на улице останови, кто вообще слышал про Черногорию, спроси, Черногория, что ты знаешь? Ну, практически все скажут Будва, потому что это самый известный курорт. А вот вдали остров, отель Святого Стефана. А мы продолжаем спускаться по дороге вниз. Нас ждет отель, который уже с 12 дня или там с часу дня у нас был оплачен. А отель довольно-таки дорогой. Не знаю, честно говоря, сложно мне вам его посоветовать. Ну, если для вас 100 евро за ночь нормальные деньги, то тогда рекомендую. Самым большим плюсом этого отеля, огромным плюсом этого отеля является то, что он находится в самом центре. Буквально 50 метров от старого города. Ну, просто вот лучше расположение не придумать. Сейчас мы выйдем с вами на балкон или лоджию, как правильно сказать. И вы увидите, где этот отель находится. Вот мы сейчас вышли с вами на балкон, на лоджию. А вот старый город. Ну, сколько здесь? 50 метров. Прям буквально из отеля выходишь и упираешься в ворота старого города Будва. Ну, об этом, о городе, о старом городе, о пляже, я расскажу вам, конечно же, еще раз дополнительно в светлое время суток. А сейчас мы усталые, замученные за день, но очень довольны и счастливы, как всегда. Бросили, хотел сказать, свои чемоданы. У нас чемоданов не бывает. У нас, как правило, два маленьких рюкзачка. Бросили рюкзачки в отеле, спустились вниз в ресторан. Здесь у нас было в эти 100 евро, кроме номеров, ходил довольно-таки хороший, нам понравился завтрак и ужин. А мы сейчас отправляемся гулять в вечерний ночной город Будва. Несмотря на то, что мы провели сегодня очень активный день, и вы, мои зрители, видели наши фильмы, которые мы сняли за сегодняшний день. Где мы сегодня были? Мы сегодня прогулялись по Котору, поднялись к крепости, потом поднялись на высоко в горы, на Ловчин, Потом спустились вниз в древнюю столицу, историческую столицу Цитиви. Потом мы поехали в эту деревушку на реке, прокатились по этой реке. Потом мы долго плутали по тропам югославских партизан. Наконец приехали в Будву уже ночью. Устроились в отеле. Ну, мы не могли все равно сидеть в отеле, пить вино. Мы пошли погулять по старому городу Будва. Будва делится на две части. Есть старый город, где мы сейчас с вами гуляем. Узкие улочки, древний город. Есть, конечно же, новый современный город, где находится основное количество отелей, магазинов и так далее. Ну, там мы даже гулять и не будем, потому что для нас лично этого интереса не предоставляет. Сейчас мы видели с вами кафедральный собор. Сейчас рассказывать не будем, а расскажем завтра. Потому что завтра мы днем, в светлое время придем сюда и с ними все более тщательно, более внимательно. И, соответственно, и расскажем вам. А ночной город очень тихий. Это апрель месяц у нас. Практически никого не было. Мы одни тут гуляем. Я думаю, что летом... Летом тут, конечно, да. Да, летом здесь, наверное, бушуют и кафе работают. Народ толкается, ходит толпами, кушают, пьют и так далее, и так далее. Чем и прекрасно время, когда не сезон. Что вы можете побыть наедине с этим городом. Это вот Марина, бухта Будвы. Здесь стоят лодочки, яхты. Здесь вы можете взять в аренду моторную лодку. Вот стоят как раз и ждут вас. Что мы сделаем завтра. Можно взять лодочку самому, а можно взять лодочку, как они говорят, с капитаном. Прямо у нас в гостинице очень хорошее кафе есть. Кафе-караоке. Довольно-таки много народу, даже больше, чем в Будве. И люди поют песни, получают баллы, аплодисменты от других слушателей. А в полу есть стеклянный пол, где видно древнее Будва. На следующий день, рано-рано утром, я проснулся. Вы знаете, я привык просыпаться рано. Такая моя, так скажем, физиология. А может быть, это связано с прошлой моей работой, когда я должен был в 6 утра быть уже, как говорится, в рабочем состоянии. И много-много-много уже лет, ничего я не могу с собой поделать. Я просыпаюсь очень рано, чем вызываю злость алой кошки. Поэтому я уже привык, когда я просыпаюсь, я тихонечко-тихонечко на цыпочках, стараюсь не царапать пол когтями, ну, я же кот, удаляться из спальни и заниматься своими делами. А какие могут быть дела, здесь вот в путешествии, в Черногории, я вышел поснимать раннее утро в старом городе Будва. Солнце еще не показалось, только-только над горами появился огненный световой шар. Я спустился в ресторан, в ресторане только готовили к тому, чтобы посетители нашей гостиницы, нашего отеля пришли на завтрак. И я пошел гулять в старый город Будва. Да, я еще пытался как-то алу кошку поднять, зашел, сказал, ты знаешь, там так здорово, так красиво, тепло, хорошо, солнышко светит, колокола в старом городе звенят. Она мне показала кулак, и я отправился в нужном направлении, то есть в старый город Будва. Это вот наш отель. Вот так он выглядит, здесь вот центральный вход, а это я спустился на пляж. На пляж, вот здесь, если бы это было не апрель месяц, а это был бы май, июнь, то здесь уже было бы много людей, которые бы купались. Вы знаете, я до сих пор жалею, что я не искупался здесь на пляже. Я чуть позже искупаюсь в Хорватии, а здесь я то ли не рискнул, а по-моему, просто времени не было, потому что время было очень напряженное. Вот наш отель там был, только что вы видели. Остров Святого Николая вдали и старый город Будва, над которым огромным ярким шаром поднимается солнце. Солнце нового дня. Это уже 14 апреля. А вот мы в старом городе. Знаете, когда ходишь по старому городу, у меня не прекращалось такое ощущение, что я хожу в каких-то декорациях. Вот снимали фильм о каком-то старом городе и создали специально для киностудии вот эти декорации, где должны проходить съемки. Людей никого нет. Я прошел мимо сторожа и гуляю по этому городу, где через несколько часов начнутся съемки. У меня такое ощущение было постоянно. Видите, даже местные жители еще спят. Только один придурочный кот из Москвы гуляет по ихнему городу. Даже местные жители, ни одного человека. Я не помню, сколько это время было. Ну, 6. Ну, так вот, по логике, где-то 6 утра, наверное, было. Я только уже, когда вышел на берег моря, там, где порт, уже встретил первых несколько людей. А так вот, ну, вообще никого. Вы знаете, что во время Второй мировой войны фашисты убили более половины жителей города Будва. Представляете, более 50% жителей Будва не дожили до 1945 года. А 15 апреля 1979 года, я вам об этом уже рассказывал в фильме про Котор, здесь произошло, ну, тут же недалеко, тут сколько тут, 30-40 километров. Тут тоже произошло очень мощное землетрясение, в результате которого была разрушена ну, большая часть города. Ну, все это было в кратчайшие сроки восстановлено. А с 2006 года Будва стала городом независимой уже Черногории. Вот прям под собором, кафедральным собором, вот бегали такие щенки. Здесь, типа, как раскопки, наверное, древнего города. Прямо вот у стен собора кафедрального. Бегали очаровательные, такие пузяшки, щеночки, просто вот сил нет было смотреть на них. Я насчитал их 5, а потом чуть попозже мы сюда придем с Аллой Кошкой. По-моему, их уже было 6. А мама у них была, ну, чуть-чуть больше их. Конечно, мы не могли остаться равнодушными. И когда я пришел на завтрак, ну, это чуть попозже будет, я обо всем рассказал Алле Кошке, и мы обязательно покормим этих щенят. Утреннее Будло, чудесный город. А это вот цитадель. Здесь музей, крепость. Мы, к сожалению, не посетили. У нас уже не было времени. Ну, и особо мы не любители такого рода музеев. Ну, кошки, видите, тут не меньше, чем в Которе. Я обошел весь город. Ну, может быть, какую-то улочку пропустил, какую-нибудь маленькую, небольшую. Ну, в принципе, я старался идти по часовой стрелке, поворачивая в эти переходы направо, налево, заходя во все дворики. Очень симпатичный городок. Главное, что мне нравится, он очень маленький. Я думаю, что там два часа, вот так вот вполне можно весь город обойти. Старый город Будло. Не торопясь, не спеша, по всем улочкам, проулочкам, еще и посидеть в каком-нибудь маленьком кафе, выпить кофе или бокал вина. А маленький кафе, как во всех подобных европейских старых городах, очень много всевозможных кафе и ресторанов. На любой вкус, на любой кошелек. Есть кафе совсем маленький, практически один столик стоит. Есть 3-4 такой интимный уголок. Есть побольше. Вот я вышел в Марину, в порт. Мы с вами здесь были ночью, ну и вот днем. Смотрите, как красиво. А вдали вот видно уже высокие довольно-таки дома. Это современный город Будло, новый город Будло. Ну, новый город Будло, в общем-то, не отличается особо ничем от других приморских городов. Я зашел в другие ворота. Увидел такую сцену. Кошка, по всей видимости, судя по мордашке, очень напряженно смотрела в кусты. Я понял, что она там хочет поймать какую-то птичку. Мне стало жалко птичку. Вот. И я, как говорится, спугнул и того, и другого. Вернулся в отель, и мы сразу с Аллой Кошкой пошли в бассейн. Мы этот отель взяли в первую очередь потому, что здесь есть бассейн, а так как апрель месяц, мы прекрасно понимали, что в море не покупаешься. Здесь замечательно, большой бассейн. Но честно скажем, что взял я этот отель не из-за этого бассейна, где мы сейчас плаваем, а из-за другого, который находится на улице, такой большой круг. Я вам его показывал еще, когда мы летели на самолете. А оказалось, что этот бассейн на улице закрыт, так как руководство отеля считает, что холодно еще. И они говорят, мы сейчас там ремонтируем, готовим к сезону. Мне долго пришлось упрашивать, чтобы меня туда опустили, на улицу. И вот я на улице в этом бассейне, где в принципе я мечтал поснимать, сделать шикарные съемки. Посмотрите, как здорово здесь купаться в этом бассейне. Купаешься, а сзади старый город Бутва. Нырнул, вынырнул, а вот наш отель. Очень хороший бассейн. Я когда его увидел, вот расположение отеля и вот этот бассейн, я сразу решил, что именно здесь забронирую номер. Несмотря на то, что мне он показался очень дорогим, 100 евро. Я не знаю, как здесь летом будет, в сезон, но даже вот в апреле 100 евро, я считаю, очень дорого. Ну, такое было легкое разочарование, что этот бассейн был закрыт, нас туда не пустили, как я не уговаривал, дайте мне там хоть разочек искупаться. Нет, 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 нельзя, нельзя, нельзя. Очень, очень, конечно, жалко. Слава Богу, пустили, хотя бы я вам его показал с помощью видеокамеры. Большая ванна, джакузи, и мы перед завтраком здесь побулькались с Аллой кошкой. Набулькавшись, накупавшись, идем на завтрак и вы вместе с нами. В общем, бассейн тут замечательный, но приезжать надо не в апреле, оказывается, а попозже, чуть-чуть в мае. Кто будет отдыхать, купайтесь на здоровье, а мы вам будем завидовать с такой-то красотой. Мы же, когда уходили из бассейна, вдруг обнаружили, что там есть еще и пару саун, где можно попариться. Также турецкая баня, где можно погреться на камнях. И небольшой тренажерный зал. в общем-то, достаточный, абсолютно для тех, кому нужно поддержать форму, к примеру. Как всегда, всякие велосипеды, беговые дорожки и тяжести всевозможные. утяжеление и так далее. Мы пошли на завтрак. Завтрак великолепный. Мы, как всегда, скушали кашку, овощи, фрукты, чтобы сильно не загружаться, потому что у нас впереди был целый день еще путешествия. мы же с вами скоро поедем в Хорватию, еще нам нужно прогуляться по Будве, еще нам нужно съездить на Святой Стефан. Я немножко забегаю вперед. Это наш такой балкон или лоджия, не знаю, как правильно назвать. Вообще, это крыша над рестораном. Там площадь, не знаю, метров 50 квадратных у нас. И вот такой замечательный вид у нас балкона. Это тот круглый бассейн. Мы сейчас пойдем, нам сказали, что очень красивый вид на этот бассейн с кафе. Мы здесь не были. И вот сейчас решили здесь немножко поснимать для вас, дорогие зрители. Здесь, я думаю, вечерочком, конечно, великолепно посидеть, когда ночная будова в огонечках вся, попить кофе, вино. Вот такой пол здесь стеклянный. Честно говоря, мне было страшно на нее наступать. Во мне 120-125 килограмм. Думаю, сейчас, не дай бог, испорчу им кафе. Ну, в общем-то, рискнул, прошелся. Уже светило яркое-яркое черногорское солнце. Настолько яркое, что просто невероятно, что в апреле может быть такое солнце. Солнце слепило, время нас поджимало. И мы отправляемся с Аллой кошкой гулять еще разочек напоследок прогулять по Блутве. после завтрака мы с Аллой кошкой пошли выполнить свой гражданский долг. мы специально на завтраке не кушали ничего мясного, только покушали кашку геркулесовую, овощи и фрукты, а сосиски, которые нам полагаются, спрятали в салфеточку. Надеюсь, что отель не очень, как думаешь, Алла, беднеет? Да нет, мы покормили, едем и салфеточкой. Мы сейчас пойдем кормить, как я обещал, тех собачек, которые мы видели, тех щенков, что мама, что щенки, ее дети одинаковые. По дороге мы зашли в православный храм Святой Троицы. Это довольно-таки современный, по-моему, самый современный храм, который есть на территории Будвы. очень маленький такой, буквально там человек на 15-20, не больше. И вот мы пришли к кафедральному собору, где вот здесь вот вместе раскопок я рано-рано утром сегодня видел вот этих очаровательных щенков. Посмотрите, сколько их, какие они огромные, пухлые. И увидели Аллу Кошку, поняли, что она их спасительница. И они с криком «Мама, мама, мама!» Я попрошу, их мама-то убежала, хотя я все время по сторонам смотрела, думаю, разорвет меня. Ну, нет, но она... Она такая добрая, но все равно она ушла за добычей, чтобы принести ее. Она ушла за добычей, а тем временем мы решили их подкормить. Мы сосисечки ломали мелкими-мелкими-мелкими кусочками и кормили этих очаровательных кутят. Вон, какая прелесть. Такие очаровашки. Очень надеемся, что местные жители разобрали их и, как говорится, все у них там хорошо. А теперь мы пойдем на пляж Могрен. Так, ну, могу ошибиться в произношении, это очень сложно. У них, по-моему, все на первый слог, наверное, Могрен тогда. А вот скульптура то ли балерины, то ли гимнастки. Я так вот и не нашел в интернете точного названия. В одном есть пишут кимнастки, в другом пишут балерина. Ну, не суть важна. Это, наверное, самое фотографируемое место в Будве. Потому что, ну, любую фотографию наберите в Будве и увидите старый город на фоне балерины, или, вернее, балерин на фоне старого города. Почему у ней разные части тела натертые? Вы сами видели, да? То есть, все блестит. Это вот, я не знаю, какое-то вот дурацкое поверье во всем мире началось. И труд все подряд. Любую скульптуру подойдешь, а у ней что-нибудь да натерто. Особенно, что-нибудь что выступает. Ну, говорят, что приносят. Девушки говорят, что кто хочет выйти замуж, надо потереть кое-что. Мужчины, парни, вернее, молодые, тоже чего-то хотят, тоже там что-то труд. Ну, в результате вот такая вот пятнистая получилась балерина. вся в пятнах от протирания. Вот этот один из самых популярных пляжей города Будва. Мугрен. Один и два. Вот тот, который ближе к нам, он один, тот, кто дальше от нас два. А соединяются они такой небольшой пещеркой в скале. Вот. Ну, купаться не пошли, потому что вода холодная. Напоминаю, что сейчас апрель месяц. 14 апреля сегодня. Поэтому просто посмотрели, сфотографировали для вас. Идем гулять дальше. Мы увидели вот эту лодку, на которой путешествуют туристы по заливу и подумали, посовещались, подумали, слушай, а что нам ехать в Стефан, в Святой Стефан на машине? Жара была, градусов, наверное, под 30. Вот реально, да, вода холодная, а жарко было очень. Что нам париться в этой машине ехать по этому улицам, дорогу не знаем, сейчас этот с навигатором, непонятно куда уедем. А давай попробуем совершить прогулку на лодке. и мы доплыли еще далеко, мы пошли через город, в порт, в марину города Будва, чтобы выяснить, а есть ли туда какие-то экскурсионные, катера, или там лодки. Ну и сколько это стоит? Мы так решили, что если это приемлемая цена, то мы закажем лодочку. А может быть, есть какие-то большие лодки, которые вы видели в моем кино, и тогда это будет совсем недорого. Итак, мы говорим городу Будва, великолепному городу, туристическому центру Черногории, пляжу, место, где сосредоточены, наверное, самые основные интересные места для туристов, которые приезжают покупаться, поесть кафе, позагорать. В основном едут в Будва, а остальные места уже такие более-менее второстепенные в Черногории. Поэтому мы говорим городу Будва до свидания, а мы сейчас с вами отправляемся на остров или полуостров Святого Стефана, а потом нас ждет дальнейшее наше путешествие в Хорватию. Не уходите далеко. Редактор субтитров А.Семкин